у вас что-то не видно теперь я вижу вы меня видите с миром вы меня видите так у нас все записывается выставляется в интернет вы не против не против так какой разговор будет так я слышал и готовы были бы приехать как от володя поедет в деревню потеряевку и приехать говорили вы об этом неградий дихоныч это связь хандрит что-то понять ничего не понял что сказали но вы готовы приехать на свидание разрешения чтоб помочь да 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 я написал смысл в том что либо на апрель либо на май потому что чтоб я написал заявление на отпуск чтоб не вовремя это все включить и чтобы начальник подписал на апрель на апрель надо на апрель на апрель надо а какие числа вот сейчас мы не можем сказать как таять будет ну где-то наверно с первых чисел надо насколько вы можете ну я наверно ну на неделю на 2 у нас так-то будут холода я буду со своими договариваться чтоб они печку утопили но в принципе это решаемо я думаю все равно теплее будет так вы с работы со своей то не уходите нет ну смысл том что я напишу что в отпуск и все у меня там две недели от гулов даже есть так что в принципе решаемо мне только нужен маршрут правильно указать маршрута вы как поездом или на машине не поездом за байкальский край понятно я вам тогда напишу я напишу сейчас вам что брать с собой и когда мы дадим сигнал вы сразу выезжайте сюда ну ну я не знаю это какое расстояние сколько времени за займет вот это все чтоб я правильно это все у меня совпало я понятно объясню я не знаю тогда как это сделать то чтобы у нас сошлось вы дадите команду не надо группа дня три-четыре чтобы я успел и билеты взять забронироваться и чтобы было выда ну как говорят ну да хорошо я с володей переговорю и следующий раз вот здесь когда будем здесь если только уже обговоренный тоже не знает как погода будет приехать и просто сидеть там копать снег другой работы нету пробить надо в снегу траншеи чтобы вода пошла по ним чтобы она не поверх снега и не ударила в плотину иначе на размоет но я думаю с лопатой то справлюсь не вопрос так вы еще с собой брать я вам скажу что брать обязательно брать резиновые сапоги обязательно две простыни взять вы на своих простынях будете спать и на оболочку это много места не займет это не тяжелое но остальное сами смотрите провели на простыне а я сплю без простыней я могу этого не брать нет как так вы на кровати будете этим нам там трудно со стиркой поэтому у нас это правило такое каждый приезжает со своим нижним бельем вот на постельное белье это место нисколько не займет две простыни чистых возьмете на них на них будете спать и на обратно заберете и все я считаю это порядок не ну все если есть определенные правила правила такие на них никто не жалуется положить тебя на там где кто-то спал не годится а стирать мы не можем у нас нету возможности тем более еще тут решаемо не растая не растаяло но остальное одеться так чтобы тебе не холодно было в случае чего версию одежду снять я думаю это в начале апреля мы с володей поговорим посмотрим какая тут будет вперед на месяц погода какая будет все и дальше как вам встретиться с вокзала вы доезжаете до новосибирска с красноярска вы едете то откуда с красноярска я поеду смогу очень могуча но это что далеко от красноярска далеко я поэтому и говорю что мне надо промежуток я еще не знаю даковы как вы каком относитесь региону красноярскому краю нет забайкальский край за байкальская область так какая читинская область прошлом после того когда это прошло объединение сделали забайкальский край при владимир владимирович и путине объединили нас это с бурятским автономным округом так это далеко вот я говорю чтобы накладки не получилось чтобы у меня было промежуток пространственное время да понимаете что если у вас другое дело если бы отпуск был длинный тогда бы это оправдалось а так вот сюда будете ехать два дня считать три и обратно столько у тебя недели уже нету так стоит ли тогда игнатий тихоныч за это не надо переживать у меня там есть вариант поэтому я говорю чтобы у меня если допустим вы скажете у меня две недели есть я с командирами разговаривал смысл в том что они сказали отгулы мне дадут плюс я сварной у меня там отпуск длинноватый две недели до я смогу пособить тем более мне есть чему поучиться хорошо поговорить тем более тем более когда вы тут будете вам большая помощь будет оказана в том месте где вы спотыкаетесь я буду очень рад тут у нас насчет этого строго и поэтому у тебя как заладится этот вопрос но если бы вот просто взяли допустим даже на три недели тогда бы лучше было договориться там как много время у вас на транспорт уйдет на дорогу а приедете там совсем мало надо чтобы недели две тут побыли все там володя один надо помочь ему не но я понял я и говорю что вот вы слушайте меня я если понятно объясняю вы меня предупреждаете я к вам приезжаю на две недели хорошо понимаете да поймем дорогу включил вот в этот процесс если я понятно объясню да понятно ну хорошо тогда мы посмотрим какая температура будет что к апреле не знаю даже какая температура то будет но все равно где-то уже в начале апреля видимо таять начнет нам нужно пока вода не пошла пробить траншейки в каждом сливе где идет снег кидать не землю долбить снег да ничего я понял смысл в том что начало апреля я вот допустим послезавтра я пойду на работу я уже зайду в кадры предупрежу их и напишу заявление чтобы они начали действовать потому что за два месяца надо предупреждать их но я думаю это решаемый вопрос потом я тоже перезвоню предупрежу по факту и все хорошо так завтра я отдыхаю послезавтра тогда я ну как мы хорошо хорошо мы происходящего посмотрим синоптики что там обещают если положительные значит как раз это время начинать пурги уже не будет надо начинать раньше в траншеи пробивать там работа будет какая с володей а когда растает там на лодке надо будет может быть раз другой рыбу почерпнуть чтобы на новый пруд там сделали чтобы его запустить рыбу я думаю решим я в двух местах буду решать это с работой и попрошу родственников чтобы потом потеплеет они хотя бы чтоб раз раз вернее пару раз в неделю протопили у нас просто холода еще стоят в этом да у нас тоже у нас тоже стоят ты не хотел с собой кого-нибудь взять взять там или сына так я щас одинокий волк пока у меня никого ну ты имей это в виду я поговорю маловероятно я скорее всего один буду ну чтобы и них курящий папирос не завозить у нас этого нету строго я бросил с алкоголем я как сказал завязал так что я уже многим объявил даже тебе тебе сколько лет лет то сколько тебе 45 45 я сегодня так и сказал горнара 45 ну все с богом будем прорешивать вопрос этот как потому что еще перед нами недели три свободно все пока все тогда послезавтра я предупрежу что у меня как на работе как это сказали а вам желательно чтобы число указать что я ну да ну да ну ну в апреле не в мая не в мая нам нужно именно про пробить для воды чтобы не потерять плотины ну все пока отхожу пока до свидания всего с богом